Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Валентина. И сегодня я покажу вам, что я нашла в секонд-хенде Маркаус. Первая вещь это винтажная блуза. Очень интересная лекала, интересный крой, красивая цветовая гамма. Судя по бирке, эта модель, наверное, годов так 60-х. И Маркаус оценил эту вещь в 12 евро. У нее интересные пуговицы, которые повторяют тональный цветов на самом стиле. Также присутствуют красивые ленты, которые переплетают плечи. Следующее, что я нашла, это интересные туфли бренд Рассини. Размер 37. Я так понимаю, что они тоже из ряда винтажных. Вот показываю поближе. Красивый фасон, неплохой пугучок, но видно, что эти туфли заношены. Далее я нашла шлепанцы. У них деревянная танкетка. Потом сочетание кожи и меха. Размер тут непонятно какой, но я думаю небольшой. Я их примерять не стала. Показываю просто ради того, чтобы ознакомить вас с ассортиментом. Следующее, это атласные туфлики сапожки лавандового цвета. Потом я нашла еще одну винтажную блузу. Но это была из полиэстера белого цвета. И у нее интересный ворот с окружным отворотом. У этой блузы мне очень понравились пуговицы. Вообще я всегда обращаю внимание на фурнитуру. Особенно в винтажных изделиях и любую сию. Потом я прошлась по сумкам. Здесь нашла вот такое вот соломенное впечатление, что перегнутую пополам. Кстати, у меня мама как-то делала диайвай. И такую вот сумку она создавала просто из салфетки пупельной в АТБ. Просто пополам складывается, приделываются ручки и вот такая вот находка. Далее еще одна сумочка. Здесь я снимаю в таком что-то по форматному размере. Поэтому может быть казаться, что сумка большая. По факту она маленькая. Далее я нашла такой клатч от Miss Six. Он идет в разные формы. В одном месте шеи, в другом уже. Потом я нашла жилетку. Я сейчас вообще в поиске идеальной жилетки. Это бархатная, просто великолепная, красивая тоже фурнитура. Цена потрясающая, 2,60. Но и что-то, что вот ту, что демонстрирую вам сейчас, на меня были большие. Эта бархатная тоже такая красивая, винтажная. И она еще и в вышивку тоже стоила 3,60 евро. Только представьте, как она попросила сочетаться с Данимом. Далее придрнулась еще одна сумочка. Но скажу честно, я уже избирательно подхожу к салонным моделям. У меня есть одна, и я ее люблю. Но, конечно, хотелось бы разнообразить и владение. Пока что свою еще какую-то супер экстремальную не нашла. Очень понравился этот багет. Но у него большой недостаток, он не кожаный, это кожзам. А так классная, структурированная форма. Интересный оттенок, интересный фасон. Далее я хотела показать вам еще одну находку. Это вот такая вот блуза черного цвета в составе шок. Это очень дорогой бренд. Блуза качественная, хорошо ценится. Но на вторичке ее цена просаживается. Я ее примерила, и она оказалась на меня мала в груди, а в рукавах очень большая. Поэтому я ее покупать не стала. Но вам в качестве ассортимента подемонстрировала. А вот это вот ремень. И у меня такие подозрения, что это кожа крокодила. Тоже очень такой добротный, качественный, тяжелый. Цена его была невысокая, порядка 2 евро. Но брать его не стала, потому что я, естественно, растерялась с чем носить. Следующая вещь, которую я хотела показать, это блуза. Это бренд марка Aure. И, конечно, уже прям по видео, мне кажется, наглядно видно, что это шелк. Стоила на 3 евро 60 центов. Вот такой вот красивый оттенок. Такой вот мукрый асфальт, приглушенный черный. Она не выстилана, не ремяла. Это просто вот такой вот цвет. Еще одна шелковая блузочка. Но здесь уже другой фасон. Здесь длинный рукав. Только даже вязать как длинный, а ниже локтя. Стоила она 6,60. Я вот, кстати, заметила, что зимой шелковые вещи можно было бы купить доступнее, нежели сейчас. В данные моменты на них цены подняли. И еще одна шелковая блуза. Это уже моделяйны красивого молочного цвета. И у этой блузы спереди такая вот как то ли герб, то ли какая-то вышивка. Ну, смотрится очень красиво. У меня, кстати, когда я занималась шелром Дрэнди Форево, моим аккаунтом в Инстаграме, где я подавала вещи, были подобные модели. Я все мечтаю возобновить продажи там. Но пока что в раздумьях вот нашла такую винтажную блузочку классную. У нее фасон, такие пуговицы интересные. Еще одна шелковая находка. И это блуза стоила 4,80 евро. Вот у нее такое причинение, как колор-блок, горчичный, бирюзовый и розовый. Эту блузочку я хотела вам показать только из-за вот этой вот расцветки просто. Я очень люблю дубную гамму. Такие узоры красивые. Это юбка. Юбка-баллон. Я в поисках идеальной юбки-баллон-макси. У меня есть короткое, точнее, короткое платье-баллон. Я даже с новостным видео на днях скоро выйдет она. Я заканчиваю монтаж. И вот сейчас хочу баллон длинный. И вот это юбка-баллон прям, ну все. 7 евро с копейками стоила. Красивый черный цвет. Но позже покажу, почему я ее не взяла. А это у меня блуза-откос. Белого такого молочного цвета. С интересными разводами. Далее нашла жакет от Эскада. Размер 38. Прекрасное состояние. Сейчас покажу бирку с составом поближе. Камера не хочет фокусироваться. Здесь именно с катон, с шелком. Хороший цвет. Красивая форматура. Но мы буквально несколько видео ранее показывали, что купили с жакет Эскада подобно. Поэтому это поставили в магазине. Еще одна шелковая блуза. Такая бирюзовая. Если присматриваться, мелким плентом. И эта блуза тоже стоила 6 евро 60 центов. Ну а теперь давайте перейдем к примерочной. И вот я демонстрирую вот эту вот юбку-баллон. Ну во-первых, видите, длина у нее совсем не макси. Плюс она ужасно сидит на талии. Там какая-то непонятная резинка, которая абсолютно не держит. Если отпускать юбку ниже, то она начинает спадать. В общем, такое вот сплошное разочарование. Далее я хотела показать вам сумку. Это кожа. И в этой сумке интересный клапан. Он асимметричный. И еще присутствуют такие вот как зажимчики. Эта сумка стоит 12 евро. Внутри у нее один отдел. Также есть такой небольшой карманчик на ремне. Но это так, для декорации. Вот показываю вам эту блузу, которая начала этот ролик. Как видите, она вообще никак не смотрится на мне. Поэтому решено было ее оставить. А вот эту жилетку я думала, что я возьму 100 протянетов. У меня немножко мультяшная тематика. Может быть даже покажется, что немножко наивная и детская. Но я уже сложила в голове сотни образов. И думала, даже примерять не буду. Потому что вот она такая вся идеальная, как я хотела. Но потом я приложила их к себе и поняла, что нет. Ну а теперь давайте покажу, что уже в итоге я купила. Сразу проанонсирую. Будет очень много денима. Первая вещь – это рубашка синего цвета джинс с белой полоской. Я часто встречаю джинсовые вещи. Но, поверьте, сегодня в рубашке будет все очень классно. Конкретно это укороченная. У нее на карманах идет полоска косая. А сама по всему периметру она горизонтальная. И еще одна моя находка – это сумка кожаная шопер от Липскинд. Необычной расцветки. Такая коричневая с ярко-розовой строчкой. Я могу сказать, что именно вот с такой вот цветовой гамме мне встречаются впервые. Часто сумки Липскинда попадаются черные, коричневые. Но вот такая вот идеальная и такая необычная впервые. Следующая – это рубашка-куртка Байклара. Я носить ее, вот как демонстрирую сейчас в образе, ее не планирую. Вообще, эту рубашку я хочу сочетать с белыми брюками. Она застегивается на кнопочку. Такое впечатление, что расцветка у нее в стиле тай-дай. Материал 100% катон, но она не плотная, в средней плотности. А вот это вот не секонд покупка. Это из outlet магазина Золанда. Это кроссовки, коллаборация Виктория Бекхэм и Риббок. Они мне безумно нравятся. Такого ярко-неонового цвета. Просто примеряла для себя понять, как буду сочетать эти вещи. Следующая находка – это опять из джинса. Такая удлиненная жилетка винтажная. Фильма написана Томми, но это не Томми Хиллфикер. Эту жилетку я сочетаю тоже с этой сумкой Липскинда и моими кроссовками Nike ярко-розовыми. И с трендовой деталью сейчас с повязкой на волосах. Что нравится в этой жилетке, так это то, что материал очень плотный катон. Она такая добротная, качественная, структурированная. Мне очень нравятся такие винтажные изделия. А вот эта вот куртка нетипичная для меня расцветки. Хаки – это бренд Бершка. Кстати, все вот эти вот вещи, которые я показываю, это не мне обошлись, но максимум до 5 евро. Эта куртка в том числе. Я редко покупаю масс-маркеты, если честно, но здесь решила сделать исключение. И, кстати, вот в плане сочетаний, вот так вот мне нравится, как смотрятся эти кроссовки, платье и эта курточка-рубашка. Ее можно, в принципе, и как рубашку тоже носить, как ветровку легкую. У нас иногда по вечерам бывает прохладно, поэтому я ее накидываю, и мне комфортно. Но, опять-таки, вот эта вот расцветка Хаки не совсем моя самая любимая. А вот эта вот рубашка от бренда Aldo Marina, Италия. Это рубашка моей мамы, она из Денима. И сейчас я покажу вам ее ближе. Спереди у нее очень интересные фрагменты нашивки. Вот, смотрите. Такое впечатление, как будто бы это цветы, наклейки. И вот этот Деним, который сверху нашит, он необработанным краем. То есть смотрится немножко так вот объемно 3D. Рубашка средней плотности и такая темная, красивая, классическая варка. У себя в Инстаграме я показывала вот эту вот находку. Спасибо, Вова. Вовик. Вовик. Мой кот пришел. Показательности со мной. Показывала вот эту находку. Это игрушка от бренда Marimac. Я купила ее за гривну, за евро 80. И это игрушка с такими вот интересными детальками, как мозаика. Для таких малышей, как мой сын Алексей, которому сейчас 9 месяцев, на следующий день будет 10. Вот, если бы еще коты не играли с этими игрушками, было бы замечательно. Валой. Я очень люблю бренд Marimac. Мне нравятся, какие у него расцветки. И здесь вот такое наглядно продемонстрировано. Такие необычные фигуры, вроде бы стандартные животные. Зайчик, котик, коровка. Но очень интересно прорисовано. Красивая цветовая гамма. Это дерево. На обратной стороне фирменный знак Marimac. Кстати, это, наверное, моя третья вещь от этого дизайнера. Ну, а вот это вот шелковый платок. И когда мне мама принесла его, она говорит по буквам. Определи, что это за дизайнер. Я начала складывать их А, Л, Эр. Думаю, Райф, Лоурен. Очень похожи. В принципе, цветовая гамма тоже у этого дизайнера подобная встречается. Я немножко еще подержу интригу. Видно, что сделано в Италии. Обработка этого платка. Шов такой типичный для шелковых изделий. Конечно же, вот белька, на которой указано, что это стопроцентный шелк. И что это бренд Furla. Данный платок обошелся в 2 евро. Говорю и сама аж не верю в то, что такие дешевые находки могут попадаться. Платок в идеальнейшем состоянии. Без следов носки, дефектов. Очень интересная такая крупная логомания. Крупные буквы каллиграфические. Вообще просто такое впечатление, что его даже не носили. И он просто вот ни к чему нельзя придраться. Красивое цветовое сочетание бордового и фуксиного. Я уже даже вижу несколько сочетаний, как можно его носить в жизни. С какими моими вещами можно его прокомбинировать. Такой брендовой нотке я буду заканчивать это видео. Большое спасибо, что провели время со мной. Всего самого-самого наилучшего. Хорошего вечера. Улыбок добра. Всех благ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok